Я расскажу о бионике. Свой рассказ я поделю на три части. В первой части я хочу рассказать о том, что вообще представляет из себя бионика как наука. Хотя лично мое мнение, что это не совсем верно, ее представлять как науку. Это скорее логика, скорее метод мышления. Потом я расскажу о том, какие технологии, какие идеи породила бионика за все свое время существования. Это стандартные технологии. Это экзоскелеты, всякие протезы, импланты. Все можете спокойно это загуглить и посмотреть. Это известные всем. В общем, это не новинки. В последнюю часть я расскажу о технологиях, которые обычно не афишируются. Это тоже они порождены бионикой. Это очень специфичные вещи, которые немножко иногда заходят за биоэтику, немножко за другие вещи, но их лучше знать, потому что они очень интересные, и на основе них можно что-то тоже полезное сделать. Вот я в основном и колебаюсь между вот этими двумя стандартными, стандартными, стандартными. Ну да ладно. Так, сначала бионика как наука. Как я вам сказал, это не совсем верно, но будем рассматривать ее как науку, скорее как систему наук, которая совмещает биологию и технику. То есть основная идея бионики – это извлечь идеи из биологии и адаптировать это с помощью технических методов. Либо наоборот, использовать какие-то технические идеи и методы и перенести их в биологию. Прямо перенести, интегрировать. Бионика официально как бы появилась в 50-60-е годы. Вообще это название. Потому что в это время как раз был расцвет, ну не расцвет, появилась микроэлектроника, появились все вот эти вот вещи, которые просто необходимы для снятия биотоков, для энцефалограмм, для вот всего вот этого соединения органики и механических каких-то компонентов. Но бионика значительно старее. Если посмотреть историю людей, то идеи извлекать какие-то идеи, технологии из природы и адаптировать под свои нужды возникло еще у древних людей. То есть это камуфляжи, это щиты, это какие-то оружия. То есть очень давно появилась у человека мысль, зачем придумывать, когда можно утащить что-то уже готовое. Постепенно эти идеи улучшались и улучшались. И второй момент, который в истории бионики особо выделяется, это появление первых протезов. Первые пассивные протезы появились в Древнем Египте. Протезы — это плоть от плоти бионики. То есть попытка что-то потерянное заменить чем-то искусственным. То есть еще не было толком ни физики, ни химии, но уже были попытки в медицину, в такую операционную. Потом это все развивалось, развивалось. Вот так вот все попытками именно внешне перетащить. Особенно это выделяется у Леонардо да Винчи, который прямо в своих дневниках вырисовывал птиц и пытался перенять внешние их черты, чтобы сделать крылья. Или то же самое с черепахой. Попытки перенять свойства бронированности черепахи и сделать танк. Но внешние черты — это совсем не то, что дает особые свойства. И поэтому все это работало не очень. Все это работало не очень до момента обнаружения биоэлектричества. Это, наверное, одно из самых важнейших открытий в бионике. Это эксперимент Вольта с лягушками. Было проведено, что бьем по лягушке, по ногам лягушки электричеством, они дрыгаются. Это значит, что мы можем как-то управлять мышцами, органикой с помощью электричества. Если мы можем как-то управлять, значит, мы можем как-то и снимать биоэлектричество. Это важный момент, который пошел потом в основу всего, буквально всего, всей бионики. Все продолжало развиваться, улучшаться. В 20 веке появилась микроэлектроника. Электроника вообще. Идеи развивались. И сейчас у нас есть уже искусственные сердца, у нас есть киборгизация, у нас есть много таких технологий, которые все еще очень сырые, но в будущем они могут и спасти, и дать очень многое людям. Важный момент всего вот этого вот, всего моего рассказа про историю, то, что у бионики нет как такового названия, локализации. Бионика была всегда, при этом у нее никогда не было названия. Бионика была всегда, но нет ни одного ученого, которого можно назвать биоником. Бионика – это наука без названия и без ученых. То есть были врачи, были инженеры, которые этим занимались, но по факту вот так вот систематично бионикой никто не занимался. Бионика не монолитна, у нее есть отдельные ветви. Это сенсорная бионика, это нейробионика и общеморфологическая бионика. Это деление очень условное, и может быть оно неверно, и я в общем-то сам делю так, а может быть оно и не так. Потому что учебников по этой теме и нет, те, которые есть, они при коммунизме написаны, там вроде как все начинали систематизировать, но благополучно оставили это дело. Так, сенсорная бионика. Сенсорная бионика – это ветвь бионики, которая занимается исследованием, адаптацией, систем восприятия, методов координации. В общем, всего, с помощью чего живая система пытается понять внешний мир. То есть, если нам нужны какие-то искусственные глаза, мы используем наработки в сенсорной бионике. Если нам нужны протезы ушны, это все сенсорная бионика. Я объясняю все по-рабоче-крестьянски, но главное, чтобы было понятно. То есть, что сенсоры, датчики, систем координации, восприятие, протезы глазные, ушные – это все сенсорная бионика. Тут научно написано, но главное, чтобы было понимание. Нейробионика. Нейробионика – это отрасль ветвь бионики, которая занимается особым видом тканей, нервной тканью. Это моделирование, это взаимодействие с нервной тканью. То есть, это посыл сигналов в нервной ткани, снятие сигналов с нервной ткани. Это моделирование, это попытка сделать искусственные нейроны. Это моделирование, например, чисто нервной системы какого-то живого организма, то есть, оцифровка полностью живого существа. Пока оцифровка сделана только для червяка, а не матоды, но уже это хорошо, лучше, чем вообще ничего. Нейробионика порождает нейроинтерфейсы, ТДКС-терапию и все методы взаимодействия протезов с биологической частью, потому что все они управляются в основном, да, наверное, все, с помощью миотоков. Ну, это ток есть с мышц. И, общем, орфологическая бионика. Это когда мы пытаемся перенять какие-то самые общие черты, форму, метод движения, какие-то химические свойства. Даже не знаю, как. Ну, в общем, это самое-самое общее, без каких-то частностей. Это отрасль бионики пророждает самые многочисленные и полезные вещи, такие как экзоскелеты, в общем, протезы, то есть протезы рук, ног, органов. Очень интересную вещь, как архитектурную бионику. И, наверное, вот эта ветвь самая большая. Так, теперь перейдем к стандартным бионическим технологиям, которые все знают. Ну, по крайней мере, они самые простые и очевидные. Начнем с бионической архитектуры, потому что она меньше всего относится к бионике. Ее вообще не относят к бионике, но по факту это оно и есть. Перенимая системы построения структур растений, костей, и вот каких-то опорных элементов всего вот такого вот, можно построить здания, которые будут намного эффективнее, чем наши коробки. То есть они будут меньше расходовать материала при строительстве, они более прочные, они лучше держат тепло, они менее энергозатратные. Выглядят хорошо. И у них есть все преимущества, какие только можно. А еще они хорошо интегрируются в природу, потому что они, по сути, оттуда извлечены. И также приятны для человека. Единственный их минус — они сложные. Нельзя просто взять и построить вот такой вот домик. Или вот такую башню, которая, по сути, основа у нее взята из костей. Это, конечно, большой минус и не дает развиваться архитектурной бионике, но по факту вот это и есть архитектура будущего. Как можно заметить, по построению очень похоже на то, что будет печатать 3D-принтер, если ему задать оптимальную структуру. То есть если 3D-принтеру дать не модель, а задать ему задачу, не 3D-принтеру, а программу, которая это моделирует, моделирует, они будут делать не какие-то прямые балки, а вот будут делать вот такие штуки. То есть это и математически выверено, и миллионами лет эволюции выверено. В общем, это хорошо. Теперь экзоскелеты. Это то, чем я по факту занимаюсь много лет. По факту я конструирую скелеты. Конструировал вчера, буду конструировать в понедельник, и этим я и только и занимаюсь в последние годы. Эволюция – это робот, который одевается на человека и выполняет функцию дополнительного опорно-двигательного аппарата. Либо усиление опорно-двигательного аппарата, либо усиление мышц, либо просто какая-то опора. Иногда какие-нибудь защитные функции, но в основном это чисто дополнительные кости и дополнительные мышцы снаружи. Все это на самом деле звучит хорошо, но не так радужно, потому что все это сложно очень управляется. Потенциальные экзоскелеты имеют три основных направления применения. Это промышленность, то есть погрузочно-разгрузочные работы, или где-нибудь в сельском хозяйстве, например, тоже что-нибудь перетаскивать. Это для МЧС, то есть для пожарников это была бы идеальная вещь. У них очень тяжелое оборудование, и им нужно очень быстро передвигаться по опасным местам. Техника частенько крупногабаритная, не может подъехать. В экзоскелете можно себе погрузить довольно много, быстро передвигаться и защитить себя от температуры. Ну и медицина. Это вот сейчас наиболее развито применение экзоскелетов. Это реабилитация после травм опорно-двигательного аппарата. Экзоскелеты можно поделить условно на три категории. Это легкие, это медицина, тренажеры, это средние, это промышленность, сельское хозяйство, МЧС. Наверное, военные. И это тяжелые, это чисто военные, защитные. Они были на предыдущих слайдах. Медицинские экзоскелеты – это, по сути, механизированные костыли. Они не дают полную реабилитацию, полную свободу движений, но дают возможность ходить, что уже, как минимум, улучшает кровоснабжение, улучшает социализацию и вообще много чего полезного делает. То есть экзоскелеты в медицине – это хорошо. Плохо, что они все по цене примерно квартиры. Это дорого. Поэтому они не применяются. Но вот можно увидеть четыре разных медицинских экзоскелета, сделанные в разные годы, в разных странах. Технологии у всех у них абсолютно одинаковые. Внешне они все абсолютно одинаковые. То есть технология уже унифицируется, и это уже хорошо. Если она унифицирована, если она отработана, ее можно перенять. Это значит, можно удешевить, можно адаптировать, можно улучшить. В любом случае это хорошо. Но минус, конечно же, это костыли, потому что у человека очень мощные мышцы и требуется очень много энергии, чтобы передвигаться. Либо таскать за собой тележку аккумуляторов, либо костыли. Такая вот проблема. Теперь силовые экзоскелеты. Это как раз средние. Это экзоскелеты, выполняющие чисто силовую часть. То есть это погрузочные-разгрузочные работы, либо какая-то статичная работа. Это в основном экзоскелеты на руки. То есть экзоскелеты, где делается упор на руки. Если в медицинском там все на нижние конечности, на ноги, на спину, то здесь руки, спина, вот эта вот часть. Вот если посмотреть, руки, здесь спина, но на нее весь груз. Вот и в моем экзоскелете руки. То есть в этих экзоскелетах, в отличие от медицинских, здесь упор на силу. Поэтому технологии совсем иные используются. Здесь еще лучше, чем в медицинских все отработано, и поэтому их уже можно спокойно делать. Потому что на самом деле их-то и уже и делаем, и делают, и много людей их делают. И это хорошо. Но опять же, применения им пока еще нет. Применения им нет, потому что дорого, потому что что-то новое. Все это заходит очень тяжело в промышленность. Для МЧС оно было бы, конечно, как я уже сказал, вообще идеально. Потому что для пожарников у него тяжелое оборудование, пожарников, у него постоянная опасность от огня. Экзоскелет мог бы защитить и от огня, и помог бы переносить тяжелые грузы, и баллоны какие-то. Ну, в общем, это был бы просто идеальный вариант для просто спасателей. Потому что какой-нибудь завал, как туда проедет какая-нибудь техника, которая с этими ножами гидравлическими. А экзоскелет может сам по себе быть ходячим источником гидравлики. В общем-то, теперь перейдем, какие экзоскелеты по принципам работы. В основном их можно поделить на три вида. Первое — это сервоприводные. Я знаю, что сервопривод, называть сервоприводом любой мотор, это неверно. Но важно, чтобы было понимание, что вот электрический мотор в экзоскелете — это сервоприводный экзоскелет. Эти экзоскелеты — это медицина, это какая-то военная промышленность. То есть это что-то точное, что-то такое, где требуется большая сила, скорость, точность и неважно, какая цена. То есть все эти экзоскелеты, сервоприводные, очень дорогие, очень боятся помех, очень боятся влаги, боятся, в общем-то, всего. Они чисто для лабораторий, для помещений. За лабораторию, за куда-нибудь на улицу их обычно не выпускают. Иное дело два других вида экзоскелетов — это гидравлические и пневматические. Гидравлика, гидравлические экзоскелеты — это попытка перенять тракторные технологии, ну я условно утрирую тракторные, в смысле, что силовые вот эти гидравлические элементы и сделать на их основе замену мышцам. Такие экзоскелеты, конечно, надежней, не боятся помех, тяжелее, опасней. И они будут развиваться, как мне кажется, для промышленности, для военных, в отличие от сервоприводных, потому что сервоприводные дорогие, да и боятся всего. Гидравлика не боится помех, это очень важный момент. И еще гидравлика может работать без электричества. Гидравлику можно сделать вообще на моторе внутреннего сгорания, то есть напрямую соединить элементы гидравлические с мотором, чтобы экзоскелет был вообще помехоустойчивый и мог ходить, в отличие от сервоприводного, ну как машины, то есть десятки часов. Я не являюсь адептом и первой и второй технологии, я сторонник пневматики. Пневматика дает мягкость хода, то, что не дает ни гидравлика, ни сервоприводы, она дает дешевизну, то есть повторяемость, то есть люди могут ее перенимать, адаптировать, улучшать. Это очень важно. Технологии должны быть всегда доступны людям. из технологий недоступны, технологий не существует. И только пневматика, и точнее, только пневмомускулы дают именно ту возможность передать все технологии людям, именно в свободном виде, чтобы все могли это скопировать, адаптировать, улучшить. Теперь перейдем к протезам. Когда мы говорим о бионике, чаще всего в голове всплывают либо импланты и протезы, либо какие-нибудь киборги. Хотя, по сути, это одно и то же, на самом деле. Вот эта часть, наверное, наиболее важная в бионике. Она дает именно выживаемость. То есть, ну, я сейчас расскажу, о чем с протезов. Протезы — это технические устройства, которые принимают на себя функции органов, потерянных органов, либо поврежденных органов, либо конечностей. И, в общем-то, протезы и искусственные органы есть практически для всего тела, не только для мозга. Понятное дело, работают они тоже так себе, но, по крайней мере, что-то есть уже хорошо. В чем с протезов рук? Это самые распространенные, чаще всего их можно увидеть и одновременно наверное самые полезные, потому что человек без рук как без рук. И такой протез чаще всего управляется с помощью токов с мышц, с помощью сигналов с мозга. эти сигналы воспринимаются как раз в месте, где рука потеряна. То есть в культе вставляется датчик миотоков, эти сигналы усиливаются, как-то перевариваются электроникой, электроника двигает нужные приводы и, в общем-то, пытается повторить какие-то движения. Внешне тоже это чисто рука. Попытки соединить робототехнические технологии и медицинские. Вот здесь именно это. Потому что все элементы там очень похожи на те, которые используют в роботах. Потому что если отсоединить от миотоков и подсоединить к какому-нибудь контролеру, это будет рука-робот. Протезы рук бывают двух видов. Это простые и высокофункциональные. Простые это, которые делают одно движение. То есть сигнал любой пошел на мышцу, словился, рука сжалась. Сигнал второй пошел или отпустился, рука сжалась. То есть одно движение. Хватит отпустить. Другие более сложные высокофункциональные. пытаются понять, что человек хочет. Не понять, пытаются проанализировать эти сигналы и выдать какое-то сложное движение. У человека очень сложная моторика. И полностью ее, понятное дело, сейчас, по крайней мере, нельзя скопировать. Но что-то, то есть хотя бы отдельные пальцы, вполне можно. И это уже прекрасно. Всяко лучше, чем просто хватит. Такие протезы сложнее в управлении, то есть они требуют обучения, они намного дороже. Обоими этими протезами занимаются у нас в компании, я не имею права говорить компанией, потому что по правилам нарушается реклама. бионические протезы ног являются точной копией в технологическом плане протеза в руках. То есть там используются те же технологии, то есть снятие миотоков, тоже приводы, все то же самое. Единственное, что там меньше степеней свободы, и поэтому они проще. Но все равно у человека очень сложная нога, даже в ноге столько степеней свободы, что приводами просто не скопировать все. Приводы получаются очень большие, и если ты хочешь сделать нормальное мощное движение, получается, что ты все место занимаешь приводами и электроникой. И в итоге получается, чем он мощнее, тем он качественнее, тем меньше у него степеней свободы. Но протезы еще можно поделить, вот протезы конечностей по-другому. Протезы можно поделить на пассивные и активные. Первые пассивные протезы это как раз те, которые я говорил, которые появились в Древнем Египте. То есть это что-то такое без приводов, без каких-то активных элементов, просто крюк по сути на руку пиратский. Вот это пассивный протез. Активные же это, если мы используем какие-то системы электронные, либо какие-то системы для движения. то есть там есть электроника, там есть приводы, там есть всегда система питания, потому что основная боль всех строителей экзоскелетов и, наверное, протезов это система питания. Активные экзоскелеты в свою очередь делятся на с обратной связью и без обратной связи. Без обратной связи это когда мы не чувствуем неприкосновения ничего к протезу. Такие экзоскелеты, о, все про экзоскелеты, профессиональная болезнь уже. Такие протезы самые распространенные, самые простые, и они не требуют прям какого-то такого хирургического вмешательства. То есть как-то их присоединил к культе и все. А вот с обратной связью они сложнее. Они должны передавать прикосновения либо какие-то другие ощущения. Насколько мне известно, оно не передает обратно в потерянные нервы. То есть невозможно сделать протез, который ты ощущаешь как руку. Но обратная связь осуществляется так, что ты ощущаешь какое-нибудь покалывание где-нибудь в плече, либо на лопатке, то есть где-то на руке. То есть мы передаем импульсы хоть куда-нибудь. Это уже хорошо, потому что если нет вообще никакой обратной связи, сложно определить, когда протез нажал, когда разжал. То есть все приходится зрительно, а так хоть кроме зрительного есть обратная связь, это очень важно. Кроме протезов конечностей есть протезы и органов чувств. Для примера глаз. Протезы глаз еще более несовершенные, чем протезы рук, ног и наверное, да, не все несовершенные, но суть в том, что они есть и уже хорошо. Протез глаз представляет собой два устройства. Один, одна его часть имплантируется внутрь глаза и соединяется с оставшимися живыми нейронами, которые передают изображение в мозг. Другая часть это камера, это система анализа, вешается снаружи, то есть полностью чистого глаза импланты, которые вставил и ты видел, нет и в ближайшее время не будет. Проблема все та же, система питания, система анализа, все это очень большое. Так получается, что мы смотрим на камеру, то есть какое-то изображение попадает на камеру, изображение отправляется в процессор, который где-нибудь вот здесь вот висит, процессор там как-то обрабатывает, обрабатывает и с помощью беспроводных методов передает в глаз. То есть вот метка стоит RFID здесь где-нибудь и в чипе. Так чипу передается и энергия, и информация, что нужно показать. Такой метод намного лучше, чем ввести провода напрямую куда-то в глаз. то есть беспроводная передача и энергии и информации позволяет избежать самого главного бича. Минуса всего протезирования это отторжение. Потому что как только что-то вставляешь в человека, организм пытается от этого избавиться. Если не использованы какие-то особые материалы, но их он тоже все равно пытается отторгнуть. потому что чужие они. Кроме систем восприятия есть, конечно же, системы жизнеобеспечения, сделанные бионическими методами. Они тоже значительно хуже отстают и по всем параметрам просто ниже, чем биологические, но выполняют примерно те же функции. Например, печень представляет собой биореактор, состоящий из нескольких ячеек, через которые кровь, проходя, фильтруется на определенные вещества. То есть в одной ячейке одни вещества убрались, в другом другие, в третьей третьи, в четвертой, например, наоборот, насытилась кровь необходимыми уже другими веществами. То есть вся эта система очень большая, она вешается на пояс, но проблема миниатеризации это временная всегда проблема. Напомню, раньше компьютеры занимали несколько этажей, а сейчас они вон какие маленькие. И может быть когда-нибудь и печень будет искусственная тоже хотя бы такого же размера, как обычная. Это все искусственные органы создаются не так не для понта, не для красного словца, они реально помогают людям выживать. И все они всегда проходят одну и ту же стадию. Сначала это реанимационное оборудование. Все органы искусственные это сначала большие стационарные установки. Потом постепенно они уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются до стадии в шлиф можно вставить в человека. Но всегда остается одна проблема питания. То есть мы должны из человека вывести какие-то провода, какие-то трубки. А это огромный минус. И последняя метаморфоза это когда мы придумываем какой-то такой метод, чтобы протез никак не взаимодействовал с внешним миром, то есть с внешним относительно тела, и выполнял при этом свою функцию. И это последняя метаморфоза совсем у малого количества имплантов, протезов есть. В общем-то мне известно сейчас на память могу сказать только наверное одно сердце, которое может так работать, которое вставил, и оно питается с помощью беспроводного источника энергии, и его не нужно никак тягать. То есть нет трубок, нет заражения, нет отторжения. Легкие. бионика дала возможность скопировать и легкие тоже. Они выглядят не совсем так, как обычные легкие, но выполняют те же функции. С бионической точки зрения легкие это газообменник и теплообменник. И то, и то это известное техническое точки зрения устройство, которое можно как-то соединить, адаптировать, присоединить к медицинским методам, и на основе этого получится протез. Вот единственное легкое, которое более-менее можно использовать, это изображено на этом слайде, потому что все остальные они всегда стационарные, то есть они на первой стадии метаморфозы. Это оксигенераторы, которые просто насыщают кислородом кровь, забирают углекислогаз, но их нельзя ни вставить, ни как-то переподключить, ничего такого протезирования с ними не сделать. То есть вот первое искусственное легкое, вот, оно сейчас на слайде. Сделано, но, конечно же, не нами. Сердце. Вот сердцем история самая долгая. Первое, что всегда пытались в Советском Союзе, в Европе сделать, ну, после, конечно, протезов рук, ног, всего, это сердце. И из-за того, что на него время больше всего потрачено, оно лучше всего и отработано. Искусственные сердца можно уже вставлять. То есть они очень дорогие, они очень сложные, но они даже производятся у нас некоторые. Но одно сердце я выделю, это абикор. Это сердце, которое полностью и внешне выглядит практически так же, как человеческое сердце. И что куда важнее, оно не отторгается. Оно не отторгается, оно питается от беспроводного источника энергии, то есть по всем параметрам это последняя метаморфоза импланта. Вот такие импланты, такие протезы нужны. Но к сожалению, опять же, не все так радужно, разработка именно вот этого протеза, именно вот абикор, закрыта с 2015 года, несмотря на всю его полезность и классность. Так, теперь перейдем к тому, с чем я тоже практически работаю и с чем тоже имею опыт, нейротехнологии. Нейротехнологии это то, как технологии, с помощью которых мы читаем какие-то сигналы с нервов, либо наоборот пишем в них. Нервы передают сигналы с помощью слабого электричества. Мышечные сигналы это 0,1 вольта, на мозгу это примерно 0,0 1 вольта. Все это, конечно, погружено в море помех, но важно, что это природа этого всего электрическая. Природа электрическая, значит, это можно снять обычными усилителями. Усиляем, режем помехи и используем. Нейротехнологии делятся, как я уже сказал, на две части. Это чтение и запись. Чтение это нейроуправление. Это управление протезами, это разнообразные нейроинтерфейсы, которые одеваются на голову и, например, читают энцефалограмму и преобразуют ее в какой-то сигнал для компьютера. Применение их очень различное. У них одна особенность есть. Если человеку, который их никогда не использовал, выдать его нейроинтерфейс, он вообще не будет работать. То есть к нему дополнительному органу, к дополнительной конечности даже, точнее вот. Но они уже находят свое применение, потому что технология так-то простая и уже отработанная. Находит она применение в науке для исследования активности мозга отдельных областей, потому что мозг это биоэлектрический компьютер, и электрическую активность можно снимать. Значит, можно исследовать, можно смотреть на его реакцию на различные раздражители, и это очень важно для понимания, как работает мозг, как работает вообще человек. В медицине, как я уже сказал, это все управление протезами, все управление имплантами, то есть ни одна рука не шевельнется, пока на нее не подашь сигнал с мышц, ну, либо каким-то другим методом, но в основном с мышц. это тоже относится к нейротехнологиям. Кроме того, нейроинтерфейсы могут заменить клавиатуру и мышь, то есть это еще и отдельные игровые какие-то устройства. Применение такое себе, но оно есть и что? Что тут греха-то есть? Есть и есть. Технологии с нейроуправления простые, их может адаптировать и копировать каждый. Сделать нейроинтерфейс, опять же, может человек с минимальным каким-то знанием электроники, с какими-то минимальными инженерными навыками. И это очень хорошо. Если технологии доступны, то приходит понимание, приходит осознание, что они становятся стандартом таким. То есть обычные вещи это то, что нужно, чтобы технологии уходили в народ. Я считаю, что это очень важная составляющая свойства любой идеи, технологии, что пока идея не овладеет массой, она не станет силой. Кроме нейроуправления есть возможность запись мозга. Это не совсем верно, потому что TDKS не столько пишет, сколько изменяет работу некоторых узлов, некоторых отдельных элементов мозга. То есть TDKS это когда мы как-то поднастраиваем мозг под какие-то определенные функции, под какие-то определенные задачи. когда мы например ну вот есть устройство называется электросон. Это типичное устройство TDKS. Оно цепляется вот сюда, подается электрический сигнал слабый, ток проникает в мозг, активирует чуть сильнее какую-то область, человеку хочется спать. Важный момент TDKS не активирует область, то есть я неверно тогда выразился, он как бы катализирует и замедляет. У TDKS технологии нет такой силы только, чтобы активировать прям сгусток нейронов и что-то у него в мозгу включилось. Но он может замедлить либо ускорить. TDKS очень простой. Это просто электроды пластинчатые, которые цепляются на голову и подключены к источнику питания. Сложность тут только одна. Это нужно точно определить и точно знать, куда цеплять электроды. Потому что по-разному цепляешь, разный эффект, разная полярность, тоже разный эффект. И нужно ограничить ток 10 миллиамперами. Тут написано 2, проверено до 10. ничего не будет. То есть безопасно. Больше я не проверял. Но тут нет электроники. Тут чисто практика. Набиваешь практику, смотришь атлас мозга и можешь активировать разные области. Что и делается. Это и есть применение TDKS. TDKS используется для улучшения памяти. TDKS используется для ускорения обучения военными американскими. TDKS это такая очень новая технология полумракобесная, полу техническая, но уже используется, поэтому поздно ее куда-то причислять. Так, кроме того, TDKS может заглушить вредные привычки. То есть с помощью TDKS можно сделать так, что человек не будет получать удовольствие, например, от сигарет или от чего-то другого. То есть мы просто глушим, не полностью, а уменьшаем чувство удовольствия или какие-то еще. Так мы можем избавиться от пристрастий. Кроме того, так как можем заглушить какие-то полезные эмоции привязанности, мы можем также лечить депрессию с помощью TDKS. Если мы будем стимулировать центр удовольствия и катализировать выброс дофамина, серотонина, всех этих гормонов радости, то это будет что-то типа антидепрессанта электрического. К нему при этом не вызывается привыкание, ну кроме психологического, химического нет, психологического вызывается. И это тоже очень полезное применение. Но важный момент, оно TDKS не делает человека счастливым. TDKS не убивает полностью его наоборот при страсти, оно уменьшает либо увеличивает. то есть нужна какой-то внешний скачок, чтобы воспользоваться TDKS. Немножко отсвечивает. Кроме того, есть еще один вариант, который я лично делал, это нейропривод. Это прототип, если соединить нейроуправление, то есть систему чтения и TDKS, то есть систему записи. Получится нейроуправление, то есть нейроинтерфейс с обратной связью, либо наоборот TDKS, который может контролировать активность, то есть смотреть активность. Это очень полезные свойства, обратная связь всегда очень полезная вещь при любых исследованиях. я не нашел ни слайдов, ни картинок, ничего такого, где подобное устройство вообще применяется, я вообще для своих сомнительных нужд делал, я даже не знаю, где он может применяться, но вещь на самом деле очень классная. То есть можно у TDKS терапии определить, например, активировала ли она нужную область или нет, то есть не наугад цеплять, а именно проследить активность. Либо наоборот, для нейроуправления не только читать, но и давать нужный сигнал, что именно прочитать. В общем, тут еще ворох работы, но это интересная технология. В любом случае все это надо объединять, то есть отдельно нейроуправление без обратной связи никому не нужно. отдельно TDKS, тем более. В любом случае все это будет объединяться в одно устройство, просто почему-то этим никто особенно не занимается. Теперь нестандартные технологии. То, что не особенно афишируется, и про это ты прочитать особенно негде. Здесь частично у меня экспериментальные кое-какие данные есть частично планируемые эксперименты, но я расскажу все-таки как есть. Начнем с нейроконтроля. Нейроконтроль это технология, с помощью которой мы можем фактически управлять биологической единицей. Управление можно осуществить двумя методами. Либо подменять, либо как-то воздействовать входные данные в систему восприятия. Например, какую-то галлюцинацию дать человеку в глаза, либо таракану, как здесь подается сигнал на усики, и он превращается по сути в робота, в куклу. И он управляется с телефона. То есть обычная нормальная биологическая живая единица управляется с телефона. Причем эти эксперименты с тараканом даже в юном технике советском есть, технология проверенная, но про нее особенно не пишут. Вторая намного интереснее. Это воздействие на систему принятия решений. Есть только несколько экспериментов. Один хорошо описан, другие как-то не очень, но данных по этой области тоже очень много. Нейроконтроль такого вида это прямое воздействие на центр удовольствия. Если кратко, то в мозгу есть такая область, которая отвечает за счастье, за любое. То есть все счастье у человека унифицировано. Чтобы человек не хотел, все его стремления, все его какие-то положительные черты, все человека, все у человека, все его стремления, все его привычки, это просто сигнал в центре удовольствия. И если правильно сконструировать это пристрастие, эту привычку и воздействовать на центр удовольствия, то можно сделать биологическое существо, которое будет получать удовольствие от выполнения команды. неважно какой. Эксперимент заключался, который я добавил в слайд, он был сделан в 56 или в 58 году в Америке. Заключался в том, что мышь в голову интегрировали датчик, не датчик, а электрод подавали, слабый сигнал у нас в центр удовольствия. В итоге мышь нажимая на кнопку получала сигнал радости, счастья, чистого счастья. И мышь поняла, что зачем я есть, зачем я пить, зачем я размножаться, зачем вообще все, когда есть кнопка. Мышь нажимала на кнопку, пока не умерла от голода. То есть вся суть мыши превратилась в нажимание кнопку. нажимание на эту кнопку. А кнопка просто соединяла провода с источником питания. Ничего там магического не было. Просто подавался электрический сигнал в 0,01 вольт примерно в центр удовольствия. Важный момент, у человека тоже есть такой центр удовольствия. Он находится прямо в центре головы и на него тоже как-то можно влиять. Наверное. эксперимент описан. Не знаю правда или нет, я его хочу на самом деле. Я этот эксперимент себе отложил на осень. Хочу сам повторить, потому что давно никто не поднимал эту тему. вот этот эксперимент я уже провел. Киборгизация. Так уж получилось, что по-нормальному бионикой заниматься и не замарать руки не получается. Так или иначе придется окунуться в такую вещь, как висекция. Это эксперимент на животные. Да, это ненормально, да, это плохо, но я не ученый, мне нормально. Киборгизация это как раз соединение органических элементов с неорганическим до получения какого-то единого существа, у которого не будет отторгаться органика от неорганики, а неорганика не будет сходить с ума от сигналов с органики. То есть это полностью комплементированное, полностью объединенное существо. Вот я сначала думал фотографии своих игрищ по ловить потом дволнее не то. Вот общая схема киборга, как я его по крайней мере представляю. То есть это какая-то живая оболочка через нервные какие-то окончания, нервные узлы мы снимаем сигналы, усиливаем, как-то анализируем, все шифруем и посылаем это все на системы жизнеобеспечения, системы движения, на какие-то приводы. То есть мы защищаем живую оболочку, закрываем живую оболочку неорганикой. И поэтому суть киборгизации является объединение всего, о чем я говорил ранее. То есть киборгизация это нейротехнологии для того, чтобы соединить какие-то конечности, какие-то приводы, органы с биологической частью. Это собственно сами протезы и импланты, которые будут заменять убранные биологические слабые элементы. И это экзоскелет. Экзоскелет это очень важная черта, потому что экзоскелет это не только опора, это не только перенос грузов, это еще защита. То есть нам нужно как-то закрыть оболочку. Так уж получилось, что биологические единицы все хрупкие, слабые. И еще могут подвергаться заражению, то есть их надо максимально закрыть. А когда пошло уже соединение, то есть где-то идет открытый надрез, открытые какие-то раны, через них идет соединение с неорганической частью через нейроуправление, то нам нужно все это закрыть от бактерий. Нам нужно создать какую-то атмосферу, то есть нам нужно создать систему жизнеобеспечения. И для этого и нужны экзоскелеты. Экзоскелеты в данном случае в понимании кирургизации это оболочка. Но если кирургизация не меняет топологию устройства, то есть даже если мы возьмем мышь, отрежем у нее несколько конечностей, натыкаем в нее нейроусилители, соединим ее с колесным роботом, она все еще будет фактически мышью просто на колесах, то есть двигаться и все такое. Но возможно другое, иное использование вот опять же этих же технологий кирургизации это гибридизация. Я сейчас говорю понятия, которые в общем-то может быть неверные, потому что я даже не знаю, это самое свежее, что у меня есть. Гибридизация это когда мы используем совсем немножко неорганических частей или органических и интегрируем их в противоположный элемент. То есть например есть у нас робот-пылесос он тупой. Мы берем какие-то нервные ткани и ну систему обеспечения все такое и подсоединяем их, чтобы нервные ткани биологические выращенные искусственно либо реквизированные откуда-нибудь анализировали данные и принимали решение у робота. Мы сгибридизировали получается, мы не сделали полноценного киборга, мы сделали робота с какими-то элементами биологическими. Тема сложная и сложна в понимании, что киборгизация, что гибридизация, но мне кажется, очень интересная, очень перспективная. Особенно она перспективна для человека. Все эти технологии искусственных органов, протезов, экзоскелетов, они могут дать человеку не только лечение от болезней, не только жизнь, они могут сделать человека лучше. В этом заключается суть трансгуманизма. Я, наверное, самый ярый фанатик этой идеи в России считаю, что именно единственный путь эволюции человека это бионическое. То есть, так или иначе, человек должен как-то интегрироваться и в него интегрироваться его же технологии. Потому что, по факту, за 5-6 сколько там тысяч лет существует цивилизация, человек не изменился. Он биологически все так же в Африке на пальмах. Но по факту он строит города, он строит то-то. То есть, человек уже перегружен. Он не отвечает требованиям, которые сам себе поставил, чтобы ответить своим же требованиям, чтобы стать лучше. Нужно немножко поменять себя. Звучит это, конечно, все очень как-то сомнительно, но это пока звучит сомнительно. Потому что, например, в космос без вот этого уже не полететь. Потому что там радиация убьет любую органику. И как бы ты ни защищался, в кое, на Марсе, на Луне, радиация, я как физик-теоретик могу точно сказать, убьет там все, насмерть. оттуда оттуда никто не вернется. Дальше магнитного полюса мы никуда не денемся. И для этого человеку надо стать лучше, по крайней мере, стремиться, не обязательно становиться вот прям встал и пошел. Нужно стремиться, нужно видеть именно такую возможность. И эта возможность открывается бионикой. Бионическая эволюция предполагает за место естественного процесса, который неконтролируемый, который зависит от каких-то случайных факторов, полностью спроектированный человеком, контролируемый, ненаследуемый. То есть инженерия, инженерия, инженерия. То, в чем человек силен, человек слабый. Тактика и ум это оружие слабых. Поэтому здесь используется вот как раз оно. становясь лучше, возможно когда-нибудь и путешествие в какие-то другие, на другие планеты, потому что биологическое существо не может за пределы магнитного поля Земли сдвинуться. Так, все. Спасибо за внимание. Я спасибо большое. Сейчас у нас время для вопросов. Да, конечно, отлично любые вопросы. Отлично. Особенно технического плана. Отлично. Тогда я прошу зал, поднимайте руки, держите, я буду подходить к вам с микрофоном. Так, вот первый был мужчина с бородой, ему слово. Спасибо, очень интересно, очень интригующе и куча вопросов. На самом деле, у меня такой, может быть, отчасти провокационный вопрос. А вы проводили эксперименты на себе? Да, конечно, само собой. Но я имею в виду не в счет не инвазивные нейроинтерфейсы. Нет, инвазивные, инвазивные. Я полноценно себя втыкал иглы, полноценно исследовал свою электрическую активность мышц. Это супер, просто очень интересно. Потом расскажется подробно. Мне как бы... Расскажите какой-нибудь пример, как вы тыкали себя иглами, там, или фейсами. Как оно рассказать-то? Сделал схему, как-то как ее проверить, работоспособность? Ты берешь, раз, берешь иголки, тыкаешь, смотришь, какая мышца сокращается, смотришь, есть сигнал. Во! Значит, есть бионика, есть наука, вот так оно и делается. Я же говорю, это не наука, это такой образ мышления. Да. Спасибо, интересная лекция. И такой вопрос. Вот глаз подключается через RFID. Какая получается простудственная способность вообще и что увидит глаз? Человек, точнее, с помощью такого глаза. Вот именно вот эти глаза, они очень-очень некачественные. человек видит буквально там то ли 64 на 64 пикселя, то ли вообще совсем вот такие вещи плохие. То есть пропускная способность у этого глаза очень плохая, это я точно знаю. Я почитал про него очень подробно. Именно вот как раз из-за того, что передача энергии, ой, передача информации очень слабая, пропускная способность. Невозможно передать все, что накодировал процессор нормально в чип. И, что еще важнее, невозможно полноценно подключить чип к тому месту, который идет в мозг. Ну, в общем, короче, вот к этим как же их нейроны, вот которые в глазу. То есть к ним подключиться сложнее всего. Там нужно очень много-много-много штырьков, короче. А так-то не получается нормально сделать много штырьков, чтобы пихнуть. Вот. Вот и вся суть. Простите, а я слышал о старом засекреченном советском, ну, так сказать, проекте суперсолдата, где к телу робота приделывали голову собаки, а потом в дальнейшем могли и человека. Это киборгизация или просто к роботу приделывание, как вы говорили, бионических частей? Это вот как раз яркий пример киборгизации. Да. Если бы над собаками можно было вот так вот нормально проводить эксперименты, не нагнетая на себя гнев народа, то не вижу в этом ничего сложного. Да, и вот такой вопрос. Какое образование или специализацию нужно получить в Российской Федерации, чтобы вообще присоединиться к исследованиям? В России я могу точно сказать, в общем-то в мире биоников не существует. Да, науки как таковой нет. Лично я физик-теоретик с ИАТ, то есть у меня ядерное образование, перспективные методы получения преобразования энергии. С детства я занимаюсь электроникой, параллельно много общаюсь, читаю про медицину. Бионика она именно соединяет кучу наук. Нет какого-то учебника по бионике, нет каких-то учителей по бионике. Мы одни. То есть ничего не могу посоветовать. Могу посоветовать только самообразование и чтение умных книжек. Но это на самом деле даже не представляете как это просто. Ну не в смысле самообразования это конечно сложно и к тому что начать. Потому что чтобы сделать экзоскелет ну хватит и гаража. Экзоскелеты делают дети 16-18 лет. К счастью сейчас я очень рад что вот когда я начинал экзоскелеты делать в 13-м году было чистое поле не было никого ничего. А сейчас так много людей которые этим занимаются это очень приятно. Это очень радостно потому что я вижу что так или иначе они используют пневматику либо используют мои элементы похожие. Так или иначе это прям уход в народ прям приятно. И то же самое с киборгами. Я этим не в лаборатории делаю не занимаюсь. Чтобы выпотрошить мышь подключить к ней электронику не нужно много знаний и навыков. Нужна абсолютная воля и уверенность в своих силах. Добрый вечер. Спасибо за очень интересную лекцию на самом деле. Вот меня заинтересовал следующий момент когда вы говорили о протезах в искусственных органах сказали что одна из основных проблем это обеспечение их энергии. Просто интересно может быть известно что-нибудь пытаются ли каким-то образом источником энергии сделать само человеческое тело. Да точно есть. Есть возможность потенциально использовать сделать топливный элемент который бы расщеплял глюкозу и давал бы энергию. Такие наработки тоже есть но они как и все что я рассказывал сегодня в зачаточном состоянии в состоянии таких вот макетов лабораторных каких-то прототипов но потенциально глюкоза в крови есть есть сделать какое-то устройство которое будет не отторгаться можно но в общем можно и вот он источник энергии где-нибудь в ноге сделать реактор который питался кровью либо питать его внешней кровью тоже метод почитать нигде почитать вот как раз эту проблему я и пытаюсь решить спасибо издательству Эксмо который мне предложил написать очень хорошую предложил мне вариант очень хороший написать об этом всем книжку то есть так как ничего нет нужно кому-то начать хотя бы что-то написать и вот как раз сейчас я чо и не особенно пилю скелеты я пишу книгу пилю книгу и там будет вот как раз все что я говорил только очень обширно то есть там я разойдусь я уже там разошелся ну и вот там будет подробно это конечно не учебник это вот так вот чтобы посмотреть и понять при этом я учитываю наше все клиповое мышление что мы уже не можем не в состоянии писать читать большие талмуды которые полноценно были пронизаны одной линией книга модульная то есть там вот как я сегодня рассказывал отдельные части которые интересны ты их выбираешь читаешь они не связаны с предыдущими кроме как идеологически вот Леонид вопросик вот вы сказали что видите будущее за интеграцией человека с бионикой с какими-то бионическими устройствами вот в связи с этим вопрос а если на данный момент какие-либо уже бионические устройства которые ну если не равняются человеческим органам то превосходит может например глаз может какой-нибудь который лучше видит в темноте или ярче там острее к сожалению нет ни одного органа у эволюции были миллиарды лет у нас всего десятки поэтому нет конечно нет что-то такое приблизительное есть конечно ближе всего конечно это экзоскелеты они могут дать хорошую силу сравнимую с человеком сравнимую с человеческой системой опорной а больше я даже не знаю протезы нет импланты нет про остальные технологии я вообще молчу но я-то что я многое не знаю как я уже говорил дважды вроде я-то не ученый я экспериментатор поэтому я многое не знаю но я стремлюсь у меня будет несколько вопросов первый вы когда-нибудь использовали в своих наработках там экзоскелета пьезоприводы они малоходные не не а батарея пьезоприводов почему нет смотри пьезопривод он сложный большой батареи там что-то городить это будет большая масса и у нас проблема с энергией не пьезоприводы это для чего-то мне кажется мелкого для каких-нибудь совсем нано микро роботов а для моих наших общих нужд это пневматика и электрические моторы вот что я использовал пневматика у меня самая отработанная а хорошо а в экзоскелетах вообще принимается ну применяется режим демпфирования для пневмоприводов которые там есть еще раз можно режим демпфирования для пневмопривода применяется да 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 конечно вот эти сервоприводные и гидравлические эти экзоскелеты они не демпфируются вообще там ничего не ну погодите гидравлика демпфируется спокойно что да гидравлика есть режим демпфирования на золотниковой паре спокойно делается я честно говоря не представляю как это можно сделать маленьким мне по крайней мере не встречаюсь я говорю я могу точно заверить что с пневматикой вот именно с мягкими мускулами вот именно вот эти пневмомускулы там они в аккурат работают как человеческие а вот с этими двумя с гидравликой я не особенно гидравлика это другой человек с новосибирска он экзоскелетами на гидравлике будет заниматься мое дело пневматик ну и вот эти игры сейчас с нейро а по пневматике у вас объемное регулирование используется в приводах или не используется не нет там вообще никакого регулирования нет там просто набирается воздух и шимится клапаном то есть нет ну объемное регулирование это управление с самого насоса по сути не 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 у нас все все всегда стандартно то есть есть компрессор какой-нибудь от нас маленький в идеале от от накачки шин от накачки шин соединяем его с ресивером оттуда выводим через клапанную систему на мышцы то есть там ничего такого сложного нет чем проще тем лучше какого-то регулирования не 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 работает то есть сокращается и считается уже хорошо к успеху пришли тоже большое спасибо за лекцию у меня такой вопрос вы работаете один или у вас команда из разных специалистов работаю с чем по факту экзоскелетами нет я работаю в компании да вот по сути если бионика нет человека который специалист именно по бионике ученого или технологии там такого то соответственно набирается несколько специалистов разных специальностей кто-то нейроинтерфейн программированием занимается кто-то техникой именно механической частью кто-то с точки зрения медицины вам какие-то консультации не знаю вот как команда работает не один человек а команда это опять же вопрос к тому что кто нужен для этого специалиста вот в какой области вы энергетик вообще да вот как бы работаете в этом вообще образование никак не связано с тем чем я занимаюсь образование вообще как-то пять лет просидел и все то есть мне оно дало хороший математический аппарат и все больше мне ничего не дало ядерное образование тогда вот ваши советы например подростку который заканчивает школу и хочет в этом вариться дальше куда ему идти лучше пусть однозначно тогда совет пусть идет туда куда считает нужным то есть не нужно выбирать образование под какое-то свое будущее будущее поменяется все там поменяется а подросток пусть будет счастлив счастье это основная величина то есть пусть выбирает хоть певцом никто не мешает ему быть спортсменом певцом а нет а потом заниматься бионикой спасибо большое за лекцию было очень интересно у меня такой вопрос вот вы показывали имплантант глазов который ну по форме напоминает очки у меня такой вопрос человек с таким имплантантом видит ли какие-нибудь четко очерченные геометрические тела например там треугольник круг сколько это примерно стоит и возможно ли такое вживление этого имплантанта у человека при глаукоме вот сколько стоит я не знаю потому что у них цены вот так вот скачет о них вообще на всей технологии цены очень меняются точно не сказать качество видения у такого имплата очень плохое то есть он видит какие-то пиксели видит какое-то очертание не больше да он увидит стол он не увидит меня он не увидит ноутбук он видит наверное стол белый и вот фон ну и какое-то вот меня то есть какое-то очертание единственное точное условие для использования зрительных имплантов я везде это читаю что человек должен потерять зрение то есть он не нельзя вернуть зрение тому у кого его никогда не было потому что у него не будет развита зрительная кара мозга то есть кто-то кто никогда не видел ему невозможно восстановить дать глаза вот спасибо большое за лекцию подскажите пожалуйста а как вы планируете развивать бионику при законах этики в науке вот не знаю так я я-то че это ученым надо думать ученым исследователям полноценным а я не ученый я занимаюсь тем по сути это все хобби развлечения вот и все еще будут вопросы спасибо за лекцию у меня вопрос про сердце что с ним случилось и почему не делают аналогов от того хорошего сердца понятия не имею вот это самый такой вопрос непонятный для меня оно было полностью отработано провели несколько операций его вставили запитали он работал месяцами почему закрыли непонятно просто взяли и перерубили всю технологию даже не осталось прототить вообще я вот это я не понимаю почему не скопировали то есть у меня первая мысль когда что-то хорошее это нужно быстро адаптировать скопировать адаптировать под свои нужды и раздать народу понятное дело и вот такая я не знаю почему оно исчезло но сердец много и возможно какой-то снова достигнет этого уровня хотя вот тот был сделан в 2015 году ну его закрыли в 2015 я не знаю почему спасибо за лекцию у меня такой вопрос насколько я знаю уже проводились такие эксперименты по вживлению электронов в мозг с возможностью человеком управления каких-то внешних протезов там рук включение выключение вентиляторов набора на клавиатуре каких-то символов вы можете что-то сказать о данной как это делается нет я имею ввиду насколько она сейчас хорошо развивается потому что все исследования которые я видел они проводились но относительно давно еще в начале десятых годов оно и не будет особенно изменяться потому что эксперименты над людьми так-то запрещены там нужно пока можно хоть как человека обвесить датчиками снаружи то у человека все равно будет наложение всех волн то есть нужно ну вы поняли чтобы нормальный сигнал снять так оно будет вот пару байт какие-то клавиши какой-то простой нету добровольцев добровольцев видимо набора добровольцев нет никому это пока не надо эксперименты медицинские запрещены такие серьезные как только ты начинаешь про такое вообще говорить над людьми над людьми вивисекция вот вообще в Европе во всех там у нас в цивилизованных странах запрещена и это вообще очень порицается но у нас-то кто кто заметит еще вопросы ну давайте последний вопрос и будем заканчивать спасибо за лекцию вот вопрос про инвазивные интерфейсы в частности нейроинтерфейс я слышал что все места соединений вот электродов и нейронов постепенно зарастают ну это такая реакция организма я не знаю точно там склеры ли образуются то есть зарастает соединительная ткань либо что-то подобное и в конечном итоге любые электроды как бы покрываются оболочкой и становятся бесполезны то есть сигнал с них перестает идти вот скажите знаете ли что-либо об этом и в связи с этим с этим вообще инвазивные нейроинтерфейсы которые вы упомянули как наиболее такие перспективные по потоку данных скажем так по объему снимаемой информации они вообще как тогда будут развиваться если в конечном итоге любые электроды пусть мы даже там миллионы их ну напихаем в мозг если они все зарастут просто банально я несколько иное читал и слышал вот именно про то что соединительную тканью нет я читал иное что когда нейрон не нейрон а нерв перерубаешь у него образуется как будто сетка то есть он пытается обрубленный найти свой конец и наоборот обволакивает если что-то более-менее подходящее и пытается оттуда утащить сигнал то есть я вот про соединение про соединительную не я честно я не знаю то есть я наоборот более оптимистичных взглядов что оно будет хорошо объединяться если конечно не будет отторжения это основная проблема может быть это как раз и отторжение какой-нибудь вариант отторжения то есть образуется не просто соединительная а какая-нибудь защитная то есть такое я честно я не могу понять впечатляет все а х Спасибо.